Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в шестой выпуск второго сезона Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Сегодня в выпуске снова в основном будет локация таможни, так как добрался до квеста Водолей, часть вторая. Возможно, как и в прошлом выпуске, удастся попасть в закрытые помещения за квестовыми предметами по другим заданиям, типа Времянки на заводской зоне и тому подобное. Ключей пока нет, но мы не отчаиваемся. Жирную точку в вопросе покупки бесперебойника поставили Риш, Женя, Эустатос, Роман, Минерва, Ли, Иван, Шарк, Грандиас, Флекса, Кастан и Николаевич. От всей души благодарю, ребята. Бесперебойник есть. Пусть вам доброта вернется десятикратно. Вы оперативно пришли на помощь. С ориентирами на карте лучше делать в конце рейда с обозначением маршрута, как это, например, делает австралийский стример Пустилай. Но пока на это не хватает ни навыков, ни времени на их развитие. В общем, если сделать, то четко, а не так наотнош, поэтому пока без маршрутов. Еще хочу поздравить Игоря и Настю с бракосочетанием. Искренне желаю вам счастья, чтоб вот прям душа в душу, е-мое. Если кто давно смотрит, должен помнить поздравления с прошлого сезона с днем рождения, а тут вот тебе позвонились, ядра на корень. Пусть ваша семья только крепчает, несмотря ни на что. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, а я в Тарков пошел. Всем приятного просмотра. Все, что скидывал, вернулось по страховке. Значит, не зря платим прапору за страховку. Готова вентиляция, сварилось улучшение. Теперь мне третий уровень, короче, светит впереди, но для его выполнения тут генератор надо сначала намаслать второго уровня. И наковырять где-то 5 печатных плат, 4 электродвигателя, 14 пучков проводов и целых 4 аккумулятора. Ну, скорее всего, это все будет уже, когда доберусь до барахолки. Я с ума сойду в рейде это все находить. Будем варить все в убежище. Теперь могу позволить поставить себе разведцентр. Одну папку с разведданными я же нашел уже в рейс до этого. И она вот лежала своего звездного часа и как раз ждала. Пока варить ничего не могу в разведцентре, но это, так сказать, вопрос времени. Бонусы еще пока никто не отменял. А чтобы дальше апгрейдить, уже надо поднять до третьего безопасность, медблок, пищеблок до третьего. Тут еще и навыки и доверие у торговцев. Три папки с разведданными, три USB флешки, четыре кабеля питания и четыре харда HD диска. Ну, выпишем так, чтобы чисто в рейде мимо не проходить, если вдруг найден. Хотя вряд ли я на такого пройдешь. Сегодня первым приоритетом стоит операция ИВДЛИ, часть 2. Необходимо уничтожить 15 диких на территории таможни. Этим я сегодня и планирую заняться в сегодняшнем выпуске. Будем гулять на таможне и в лепешку расшибаться, чтобы настрелять этих 15 диких. Плюс попутно попробуем сделать компромат, но если посчастливиться. Больших планов на этот квест на сегодня не строят, так как ключа у меня нет. Но если будем проходить мимо этой времянки, будем смотреть, если дверь будет открыта, то заберем папку. Слишком много, если получается. Также по квесту Санобиднадзор, часть 2. Если найдем один газоанализатор, то сможем закрыть целый квест от терапевта, еще один. Также по предметам нужно две флешки найти в рейде. Это еще один квест будет от лыжника. Плюс магазин на 60 патронов на автомат Калашникова. Если найдем, то сегодня же закроем оружейник, часть 2. Но это так, короче, планы. Перспективы точнее. Ну и банки эти тушеные говядины уже поперек горла у меня стоят. Если не в этом выпуске закроем, то следующий выпуск конкретно за банками с тушеной говядиной пойду. Серьезно, потому что у меня знакомство, этот квест стопорит открытие других квестов. А это не есть хорошо. В общем, все у меня готово. Берю сайгу, кучу патронов и на охоту. Охотиться будем на таможне в 16.14. Такое предвечернее времечко. Может быть, не так активно будет на карте. Посмотрим сейчас, как оно пойдет. Выдвигаемся. Как говорил, сначала будем искать каких-нибудь диких. А там уже посмотрим, как пойдет. Главное, на ЧВК стараться не нарываться. Потому что с такой дробью против ЧВК вывозить очень тяжко. В общем, ищем диких. Самый беспонтовый спаун, какой можно было придумать для ПВЕшника. Мне сейчас, блин, пипец. Через заводскую, тогда через левую сторону КПП посмотрим. Ох, я сейчас все спауны, блин, ЧВК соберу. Направо бежать тоже. Такой прикол. Там общежитие, о чем ли там делать. Там как раз все эти пути пересекаются. ЧВКшные. Ладно, в эту сторону я не думаю, что ЧВК попрут. Даже если там под скалой есть спаун, то, скорее всего, они либо на заправку, либо на заводскую территорию двинут. А если кому надо в общаге, то точно по краю карты не пойдут. Получается, придется тайники шмонать. О, не открыт. Класс! Хотя дурная примета лутать непопулярные места, а потом идти в душу событий. Наверное, лучше было на заправку вниз спуститься. Ну да ладно. Или там со скал посмотреть, где кто бегает. А тут нет никого. Вот, видишь, заправка зашевелилась вроде, да? Или это дальше? Окей, пойдем тогда. Светиться тут не будем. Пойдем через заводскую тогда территорию сейчас забудемся и там потихонечку, помаленечку будем смотреть. Может, что, квестовые найдем? Это что за хрень? Все, понял. Сидит на тайнике Вовка. Ну, хорош, хорош. Я его проморгал, он там сидел, видимо, я его не заметил, просто пробежал мимо. Такое случается, денек начался. Ну, так себе. Слава богу, есть еще что напялить, у меня тут все в ажуре. Не самое топовое, но, по крайней мере, за дикими выйти. Погнали еще раз. Таможня, только теперь, наверное, не вечернее, а утреннее время поставим. Надо экспериментировать со временем. Планы не меняются, идем искать диких. Надеюсь, что это была просто случайность. За невнимательность поплатился я быстренько. Надо ушки на макушке держать. Вот такой спам мне нравится. Так, как тут пройти библиотеку? Ага, на пра-хо. И там, говорят, библиотеку. Блин, вышел еще такой с сайгой, так чая. Патронов набрал там полные карманы битком. Чуть ли слоника там не показывал, а тут тебе хобот-то и отстрелили. Бывает. Будем повнимать, точнее, вокруг смотреть. Будем поглядывать даже ящики эти оружейные. В ящиках оружейных же тоже можно найти магазин на 60 патронов. Вероятность, конечно, небольшая, но она имеется. что тогда придумаем, как пойдем. Тут посмотрим по гаражам, по спящим, по бродящим. По бродящим. ботов делать, блин, тут всякая ерундистика. Ладно. Все ближе к выходу, а то сейчас мешок набьешь полный. О, АКМ новенькой. АКМ мне же по квесту от прапора нужен будет. По-моему, каратель же с АКМ, да? О, 110-й, да ладно. 110-й откроет нам дверь в двухэтажке общежития на первом этаже, в которой находится сейф. Значит, мы этот ключ себе оставим. И даже пока есть патроны, заряжу их в АКМ. Похожу с АКМом, пошмаляю. Как раз и отдачу покачаю. Контроль отдачи, точнее. Работу с магазинами и прочее пролести. Вот так вот. О, какой злой. О, какой злой. держите меня севера. Ну, чего тут? Где все-то? И никого. все, понял. Думал, просочиться в щель. И тут-то было. Не буду я тут, короче, ковырять, смотреть, ничего. Знаю, что тут и картотеки и прочие интересные вещи, но мне нужны дикие. Я за дикими вышел в первую очередь. Раз здесь диких нет, значит, и дисы здесь нет. Дисы там, где боты. Мост Чистоган. Да ща найдем. Не может быть такого, что вся карта пустая была. Сейчас весь сок наверное на ВСРЛ где-нибудь. Чё-то не вижу никого. Скудновато у вас тут. Он светает быстро, как небо прям наливается уже светом. хорошее время. Слушай, я даже выстрела ни одного не слышал до сих пор. А, во, вижу дикий. Ой, он меня видит. Смотри, я сейчас достану уже. Утомает свой. как он гавкает. Вот это мощь. Вот это вот это. Пока что-то. Во, то, что надо. Братуля меч. Вот это мы забират. Он и классов выше. он и места больше мне сделает в разгрузке. Так, мы туда-сюда куда-нибудь в кушары заныкаем. Он и по прочности выше. Спасибо, батарков. Сюда куда-нибудь незаметно разгрузку и броник свой сейчас спрячем. о, цвет такой все полчеловек полукус непонятно кто-то и вот давай в СРФ показывай своих сыновей. Да, серьезно, нет никого что-ли? Офигеть. На ВСРФ нет души. Наверное здесь заспавнился или до сих пор там трутся. Ладно, я не пойду туда, не хочу. Еще не дай бог с какими-нибудь заводскими там стуканось мне с ними неохота сейчас упшаться. Пойду потихоньку на ту сторону за общагами. Сейчас здесь может быть еще кого-то подстрелим. Повезло, промахнулся с пилигримом. А мне пилигрим надо будет по квесту с галочкой сдавать. Мешок теперь облутайся об этого и ся. Чего тут? Никого? Блин, и у него, смотри, бронеразгруз такой же, как у меня. А я же не попал по нему ни разу. Ну, в смысле по броне не попал. В магаз мы заберем у тебя. Красота какая-то твою мать. Раздербанил. Вот и солнышко вылезло. наш клиент Нормально. Вот это АКМчик дает копоти. Да серьёзно, ещё и БП нашёл. Духа сверху накидаем. Будут патроны бронебойные сверху. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, у него же СКС-ка была. Тут куча патронов теперь. Всё, живём, парни. Ну где ещё? Чё вы по одному-то, блин? Тут один, там один, здесь один. Ну чё, я так квест, блин, до вечера не сделаю. Кито здесь. Всё, вижу, понял. Есть клиент. И тоже один. Это твои други. О, завод. Завод продадим. У меня дома есть завод. Ключ от выхода с завода. Да и здесь сможем сейчас воспользоваться, да? Ой, мамочки, твою мать, чуть не обосрелся. Где тут вход? Чё туда положить-то, чё положить? Что я стопроц... Да блин, да тут у меня да особо-то и нету ничего интересного, да? Самое ценное в подсумке. Да, набрал мусора. Чё насчет общежития? Сходить в эту... У меня 110-й же ключ есть теперь. Но там, блин, заводские могут быть. И КВП там может быть. Ладно, в крайнем случае туда сходим. сейчас поглядим чё-то на заправке и на КПП там. Совершенно спокойная локация. И, пожалуй, сервера тут ни при чём. Вроде тихо. Гляну эту... Как её фамилия? Картотеку. План B сразу, чтобы был. О, ночнушка. падёт. Ночные квесты будем делать с этим прибором. Да, ну, прибрось. ты ж за дикими пришёл. Чё ты страдаешь-то? Вон, квестовый мешок уже есть. Возрадуйся. Пошла скромная стрельба в общагах. Нет здесь ни диких, ни заводских, ни черта. Блин, меня этот перегруз теперь будет вымораживать, да? Два бронежилета, два оружия. Может, что-нибудь выкинуть там можно, многое-то не поможет. О, да наконец-то, вон он. О, ещё один, смотри. пацанчики. Я здесь. О, о, бляха-муха, подожди. Ну, я не ведя. Он меня видит, я что-то не понял. А, он за трубой стоит. Ну, всё, тоже отъехал. Врёшь. О, он в лицо выдержал. Офигеть, он в лицо выдержал попадание. Мать твою, да что такое? Вы что творите? А это кто, шмальну? Блин, с этой выносливостью. Они чавыкали это случайно, а? из-под тишка щёлкнул. Ну-ка, тормози-ка, сейчас я. Решок скину. Патроны докину. Таблеткой вкинусь. Офигеть, у меня там ПС-ки оставались же на дне. Он получается, или может быть, там какие-то в магазине ещё были патроны. Может, там вообще какие-то убитые патроны. Куда ещё хуже там патрон-то может быть? Хотя, может быть, УС какой-нибудь, или ещё какая-нибудь лажа, да? Ну, в лицо 7,62 выдержать, нифига. Держи я его. Я надо пушить. Сидит, сидит. А нет, это дикий обычный. А я тут тактики-галактики. Ты чего так пугаешь, братела? Вот он, ВПО, он с трассера дал мне. Это он стрелял, да? Там трассер пролетел у меня перед носом. Ну да, Т-45. Понятно, понятно. Ключ. 114-й ключ. Отлично. Этот ключ мне по квест уже нужен будет. Надо его забираться. Всё, класс. 114-й ключ. Во-первых, квест у меня будет скоро совсем. А во-вторых, он... В этой комнате там ещё и компьютер стоит. Никому не говори. Что-то вышел за хлебушком. Там компьютер стоит, там сумка медицинская, и там сейф целый. Теперь у меня этот ключик есть. В этот времянке был бы ключ, я бы сейчас ещё и во времянке папку зацепил бы. Как раз такой вообще классный рейк ПВЕ-шный. Тишина практически полнейшая. не перестрелок тебе. Никаких гвоздей. О, сушняк. Метаболизм шестого. Пойдём мешок забирать тогда. Можно будет заводскую территорию глянуть. Блин, у меня патронов, гора теперь целая. Может, СКС скинуть нафиг? Чтоб перегруза у меня не было. Блин, будет всё равно. Ну и ячейка зато свободная будет, если чё. Вдруг оружие живое какое-нибудь найду. Тихо ты, нифига себе. Кипиш поднял. Во, пошёл процесс. Слушай, вот где дикие это лазёт. На одном пятачке практически. Пятёрых диких. Вот эту фомку мы заберём, она десяточку, по-моему, там стоит. Егерю продадим. Раз уж мы здесь. Раз уж мы с пилигримом. Я не виноват. Он сам мне попался, пилигрим. Давай тогда пилигрим битком набивать. В чём богата локация? О, смотри, как раз сейчас подкрепиться будет чё. Пицельчик заберём. Подвёртка. Сюда её. хрень. Не нравится. Во. Рубасики у меня некуда, да? Нет планшета. Ещё сто десятый ключ. Хо-хо-хо-хо. Опа. Гости? Соседи? Это дикие, по-моему. Экскюзи-мо. Сразу патроны заки... А чё я магазин-то таскаю с собой? О, он ещё и БПшками набит. осмотраю. Осмотраю. Прямо. Осмотраю. Осмотраю. Справим. респираторов мне по твоей патрон хороший я бы забрал респираторов на 4 штуки надо будет по квесту потом сдать с галками пока заберем а там видно будет что с ним делать ох нифига тут хлама сотри гайки это что такое что такое наверное патроны крутые я таких даже не видел а нет 80 ну ладно плоскогубцы ключ это чё пока если он мне нужен забрать забрать слышал по кустам кто-то лазит плата вроде бы и есть две ячейки ну а чё туда гайки я точно заберу и все вот это добра ну вот и все и решился вопрос сам по себе отпал мне нужно будет еще же для инструментов мне набор инструментов нужен будет я буквально вот-вот уже подбираюсь квесту с ремонтом панелей инстана мне не нужны по моему панели чтобы починить мне нужен будет набор инструментов два целых набора нужно будет гринбат домой о шприц шприц я хочу забрать спасибо и сигарет мне осталось мальбора электродвижку надо 1600 рублей на одну ячейку на это существо ну дайте рулетку что ли ну чё домой пацаны в 11 зб вот вещь как хорошо возле выхода нажрался так что еле тащишь мешок и не надо через пол карты ползти на пузе потом хотя тут блин такие места интересные я бы я бы как залутал бы их сейчас блин и умку я без без забирал 10 тысяч вот это мне нравится больше лучше поехали переезжаем умку потихоньку что еще заберем вот это квест вот это надо вот это вот это все надо ёпросто гринбат во все поместилось денежка поместилась ну вообще класс офигенский народ проснулся но на той стороне карт карт разминулись мы очень хорошо разминулись там возня пошла или это уже челоботы подъехали да хотя нет рановато я думаю что меня за дикого там выпускал минут за 10-12 в лучшем случае до конца рейда чуешь и для счастья надо любопытство свое удовлетворить что тут может быть типа в тайнике тарков тарков остановись ты чего вот это выкинем это заберем хрена себе это возмещение морального этого ущерба да ладно и материального вот это лучше выкинем сюда это домой прям перед выходом у меня 50 килограмм лута офигеть вот это я понимаю любви газа казан я хочу забрать это квест это целый квест пацаны казан крайне редко что тушенка серьезно что такое господи я щас не надо рвать когти отсюда ну нафиг испытывать удачу все квестовые предметы для убежки все здесь на этой стороне было возле выхода вот так может быть спавнится это вот это не скромности газоанализатор тушенка квест я правда не выполнил с дикими но и фиг с ними они никуда не денутся я ну это полчаса у меня вообще еще и у меня же это какова фамилия господи пилигрим же у меня еще он же тоже квестовый у меня предмет а км квестовый у меня весь персонаж квестовые очки квестовые с ума просто сойти да еще и 12 диких целых настрелял 12 я думал человек ну 78 а их 12 оказывается накопилось вот так вот тебе сначала первый рейд в ухо дали на третьей минуте второй рейд еле унес добро просто бомба я обожаю вот такую гору лута которую ты пронес тяжелого рейда тушите егерь не обляпайтесь еще одну надо притаранить закрываются на педнадзор часть 2 с газанами вопрос вообще быстро обрешился и знаешь как то это по пути как будто по нотам все это было сыграно пейн киллер 4 шприца с морфием 4 шприца с морфием у меня уже готова значит мы берем сейчас и передаем один начал остается запасной еще там по квесту нужны будут шприцы и она мне дает пять шприцов в упаковке обычных их я буду копить на бартер провизор кейс найти говорит с прибором прибор точнее кейс этот находится в комнате 114 от 114 комната я уже нашел ключ и автомобиль фельдшера находить не нужно воде я ключ нашел в багажнике вот это и есть автомобиль фельдшера короче вот так для инфы значит пойдем за кейсом в двухэтажку на первый этаж и попутно попробуем добить водолей всего троих диких осталось здесь пристрелить садоводство часть 1 вот подъехал этот квест я опнул 12 левел отремонтировать первую вторую панель управления это на завод и оружейник часть 3 mp5 нужно модифицировать но я ее не смогу модифицировать там придется либо ждать барахолки мне там магазин понадобится его мне негде купить либо может быть в рейде посчастливится найти все ключик от 114 берем пп заряжен патроны все взял медицинаш медицина я готов таможня 10 страхуем пепеху все погнали за кейсом и за дикими если ближе к общежитию появимся то сначала забираем кейс конечно странное решение бегать с квестовым кейсом и диких стрелять но дабы не пришлось мне потом кого-то там выбивает стреляться мне пвп сейчас даром не нужен мне собрать кейс убить трех диких и добраться до дома все и закрою два квеста если все получится то можно будет на завод сходить починить панели появился я перекресток трейлерный на левой стороне что под кпп ну да пойдет чё сторону общежития можно тут гляну чё может кто под руку попадется да нет раз тут появился на первых минутах вряд ли дикие прям по вылазит тебе пошли в общежитие пофиг при этом во дворы залазить не надо я могу через окошко проникнуть в душевую и через душевую забрать то что мне надо и также тихонько уйти варим его нифига там пацаны или или там ой 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 не это пацаны серьезные точно не совочка я понимаю чё это за типаж такой это прям группа большая большая и наглая а дубы река не сейчас по любасу пойдут в общежитие на обратном пути гляну сумку это серьезные ребята зоне базу решал и зачистят потом пойдут сюда шланг падет так вот у нас 114 вот он кейс модом все квестовый предмет имеем теперь 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 и раз они оттуда сюда сейчас пойдут на стройке на скелете чтобы не столкнуться с ними да я тогда к заправке отойду за заправкой на заводскую тогда все нормально вот так вот и там через старую заправку попробую бы идти на в срф тогда проскочить вот они подъехали в общежитие мальборо по квесту хотя мне одна пачка нужно но все развлекаетесь развлекаетесь это короче так такой тип игроков которые разносят прям всю карту бегают по всей карте на любой типиш подскочить гораздо поэтому мне лучше с ними не связываться по трубе сидится для красавец будешь первым ой это не патроны кончились осечка класс первый раз осечка все добил так пока за мной не выехали лучше не выпины это вот сюда не выпины ваться а в общем то они хорошо там заняты вроде как друг другом может сейчас самое время наоборот проскочить ой как хорошо они там рубятся слушай все пусть пока они очевидно что и не до меня она в срф блин я думал на в срф с ботов найду а я улыбала ну мне либо обходить уже через заводскую через дедаль прям либо попробовать тут тут рискованно правда ой твою мать ну ты чё да да конечно конечно так водолей закончили водолей водолеет а водолеет и хорошо но сейчас пацаны я прям слышу как они там сидят в общаге и говорят ну пойду проверю что там снайпер там снайпер были меня окружают так так Нормально все. Вон тут, да? Да, меня обошли. Бляха-муха. И этот, возможно, сейчас поджимать будет. Ага, и тут. Твою мать. Придется бой принимать. Придется бой принимать. Есть, я живой, я живой. Что, пацаны, я победил, получается? О, пляха-муха вырвался из окружения. Будем надеяться, что лодка контрабандиста работает. Потому что, если нет, то возможно быть в беде. Надо подлечить башку хотя бы. Башку гурдак. Фу, блин. Какие наглые. Сразу, видал, клешни. Сразу зажимают. Вот все выходы мне поперекрыли, блин. О, работает лодка. Ну че, пацаны, я выжил? Или нет? Лодка контрабандиста спасла меня, парня. Костер горит, значит лодка работает. У-у-у, я выжил. Хе-хе-хе. Очень уж напряженный рейдик получился. 11 минут, которые длились час, наверное, для меня. Ей-богу. Еще и квестовые предметы у меня. Бррр. На кону слишком много было. Юсека застрелил. Нормально, нормально. Зато целых два квеста сейчас закрою. С убийством диких и с кейсом для терапевта. Вот и набился битком мой кейс для хлама. И, честно говоря, я подумываю над тем, чтобы купить еще один. У механика, если не ошибаюсь, вымениваем вторые инструменты. Одни у меня были. Есть такое дело. Еще одни, чуть позже, как рулетку пронесу, можно будет выменять. Тоже пригодятся для убежки. Квестики-то забыл задать? Нифига. Операция в одоле. Часть вторая. Кровью и потом добил троих диких. Еле как выжил. Вышел. Все нормально. Сдаем. Провизор грудью, грудью защищал этот кейс. Ложился на него, когда гранаты летели. Передаем кейс. 114-ю вскрыли. Кейс забрали. До дома дошли. Капец, тут квестов подъехало, пацаны. Планы снабжения, говорит. Защищенную папку на лесопилке. Но это в лес надо идти. Сельпо. Тушенок у меня всего три штуки, я касса. Думал, больше. Ну, ничего. Наварим. Или найдем. Это не проблема, я думаю. А вот к авторему я абсолютно не готов. У меня всего одна свеча зажигания из восьми необходимых и ни одного аккумулятора нет. Надо четыре штуки. Но, возможно, мы застряли до барахолки на этом квесте. Врачебная тайна, часть первая. Вот они и квесты пошли потихонечку, которые нужно будет делать на побережье. Достиг 13 уровня и терапевт открывает для меня теперь новый ассортимент. Из этого ассортимента меня особо интересует кейс для медикаментов и планшет для документов. Во, сюда же сода и будет у меня уходить. А вот сюда я шприцы скопил. Вот, целых семь штук переливов, шприцов и два вазелина нужно будет. А, ну вот, награда, смотри, куча целых шприцов. Надо будет переливы и вазелин найти. И тогда у меня будет кейс для медикаментов. Ну что, погнали на завод. Беру пистолет. От диких отстреляться хотя бы. В случае чего. Пробуем ремонтировать панели. Завод, дневное время. Как время не идет, тут либо день, либо ночь. Так что дневное время выбираем. Только пистолет с собой беру и инструменты. Ну и таблетки, и все. Особо одеваться, воевать там неохота. Выйду, если рядом, быстро починю и все. Сдохну, так сдохну, пофиг. Все равно инструменты в подсумке, никуда они не денутся. Оба-на, нифига. Блин, ко мне бежит кто-то. Ну чего ты? Это дикий. Ядра на вошь. Еще один крадется. Теперь с этой стороны. Да ну, седу, дайте мне просто. Я починю и все, и уйду. Обещаю. Понял. Меня кто-то с кем-то перепутал. Не-не-не-не-не. А как же лутать его? О, а что с рукой у меня? Хе-хе-хе. Тихо-тихо, подожди, пять секунд, четыре, три. Потерпи, пожалуйста, не надо мне. Все, живой. Я живой, я починил. Первую панель починил. Вторую панель надо чинить вот там, где они сейчас стрелялись. Но у меня инструментов нет, и желания нет туда идти. И брони нет. И ничего нет. А вон броня синяя. Может быть, на следующий рейд как раз? Дай потаскать, братела. Все, домой. Быстро, не спеша, сейчас выйдем. Вроде тихо. Да и я здесь заспавнился. Я бы услышал, если бы дверь открыли, значит, крыс. Крысы отсутствуют. Да? Класс. Все, домой. С первого раза починил. Круто. Все, берем инструменты и выдвигаемся дальше тогда. Так, таблетку внутрь и спавн у меня крайне отвратительный. Я вообще в абсолютно другом конце карты заспавнился. Просто в другом конце. Ой-ой-ой, там какие-то... Ой-ой-ой. Блин, ну естественно, если я тут заспавнился, значит, на той стороне все враги заспавнились. Там и возня вся происходит. Так, мне сейчас куда? Мне сейчас вот сюда. Да? Сейчас по подземкам попробуем туда просочиться. Может, они оттуда свалят по-быстренькому? По своим, так сказать, делам. Ух! Страшно. Ой-ой-ой. Видал там? Видал там какой шкаф? Еще и стреляет. Лупец. Ты мне не нужен. Ну, а еще я теперь через верх пробовать обходить только если... Ой, блин, ковыряются там, лазают по коридорчикам этим. Бегите в административку всем. Я потом туда приду. Таблетку надо обновить. Да, изображение, конечно, не очень становится, когда таблетку принимаешь, но... Так. Один ушел. Или он за мной? Не, он по подвалам, по-моему. На мана. Як? Оу, сидит, да? Да пошел ты в баню. Ну вы что, блин, сидите-то по... Сядут вот это вот. Не сидите! Ладно, ты выиграл. Красава. В середине карты, да? И опять дикие ко мне бегут. Ну, здрасте, Настя. Че ты тут потерял-то? Как это-то там уже? Ага, вижу. Отъехал. Я тогда по подвалам быстренько туда-сюда. Ну, опять же, как раз под этим... Ой-ой-ой-ой, там еще... Там еще что-то глушитель какой-то страшный. Ну, прям на панели опять сидит, которую мне надо ремонтировать. Какого черта вы там сидите, ребята? Понятно, понятно. Не дурак. Но он оттуда не уйдет, пока не лутонет, короче, своих... Жертв. Это точно. А мне что теперь делать? Уходи. Может, через верх коридор этот посмотреть? Я фиг его знаю. Че тут как били двери все пооткрывать, Настяш? Бесшумно. Чтобы в случае чего маневрировать хотя бы, может... Да че мне маневрировать? У меня не бронет жилет и ничего. Че я буду придумал тоже маневрировать? Ну, давай, ты выглядываешь, я тебе тапочку даю по лицу и все, и по домам. Ну, или уходи уже оттуда. Ну, дай починить-то. Нет, вон там ходит. Или ты через низ? О, боги. О, боги. Другого выбора я не вижу. Мне придется только... Пытаться его выбивать как-то оттуда. Он засел наглухо там. Просто наглухо. Блин, деревня. А если так? А потом вот так. Понял. Ой-ой-ой, он еще и с дробашом. Блин, не, пацаны, я такое не вывезу. Может договориться попробовать? Не стреляем. Только ножи. Пообщаться. Мы только под вас выкидки в мраде. Оружие не применяется. Да чего ты, я же просто починить панель. Ты же должен понять меня. Только ножи. Попробую договориться. Мне одно попадание с его дробаша и все. Иди со дома. Не стреляем. Последняя таблетка. Либо договариваюсь, либо... Буду... Оружие не применять. ...пытаться убить. Только ножи. А ну. Да, куякает. Блин, сзади вот еще. Ой, братка. Ты меня пропустил. Так, так, так. Что там? Да-да-да, я панель просто починить. Не стреляй. Надо было пистолет выбросить, чтобы он не подумал чего. Чтобы повода у него лишнего не было. Нервничать. Вот теперь мне надо выжить, выйти с локации, поэтому... Все. Спасибо, браток. Ну, он там в редуте. Че я там ему прострелю-то? Куда? В глязо только если. Нормально. Все, давай. Бывай. Я б шел. Надеюсь, выйду. Блин, он за мной бежит. Не-не-не-не-не-не. Я не такой. Если там не прикончил, я не думаю, что он здесь будет стрелять. Все, братец, я вышел. Говорим отсюда, парни. Он сопроводил меня, прикинь. Ой, красавчик. Вот так вот. Раз на раз не приходится. Видишь, как она получается. Договориться даже удалось с ЧВК. А ведь он один выстрел, и все, спокойно. Ну, брать с меня, конечно, нечего было. Он, походу, это и понимал, очевидно. А может быть, на самом деле он понял, что мне надо зайти панель починить. Но получилось круто. Я не ожидал, если честно, что это сработает. Так, садоводство, часть первая. Квест завершен. Починили обе панели. Выжили и вышли с локации. Так что, интересный квест. Интересно получилось сделать. Садоводство, часть вторая. Достать силовой кабель. Два штуки имеется у меня, говорит. Так, тройник в рейде. Одного штуки не хватает. И печатная плата. Обе есть. Из-за одного тройника. Может быть, за дикого тогда сходить за тройником? А, быстренько. А что там, как раз 10 минут мне хватит, наверное, по картотекам. Пошарить. Решено, короче. Иду за дикого. Пойду посмотрю быстренько картотеки. На таможне иду утром рано. В шесть. В прошлый раз утренний рейд был довольно спокойный. Может быть, больше, чем 10 минут у меня будет. 11 минут мне всего оставили. Ну и... Твою. 11 минут. Ветер северный. Проход между скалами в военной базе КПП. Дальний угол завода. Ох, возле дальнего угла завода. Как хорошо было бы спавнануться-то, а? Ну ладно, тут тоже картотеки есть. Просто в этих картотеках часто уже все... Нет, тут вроде никто ничего не смотрел, да? Эти сторожки, они проходные. Все, кто спавнятся на гаражах и переходят на ту сторону, либо кто... Нет, тут не утали. Либо кто, наоборот, с той стороны на выход на перекрестке идет, обычно заглядывают сюда. Но я, по крайней мере, заглядываю. Поэтому найти здесь что-то в конце рейда, это прям чудо. Да, вон товарищ пьяный лежит. С утра выпил весь день свободен, говорит. Как намотим тогда? В картотеке есть еще... Нет, давай, раз уж здесь не лутан, а может быть и та не тронута сторожка на той стороне. А че, куда торопиться? Понимаю, что красный таймер. Но мне... Смысла выходить без тройника, без этого. Не очень много. Да, я SSD нашел. Да, сейчас еще что-нибудь найду. Но я вышел конкретно за тройничку. Здесь лутанные картотеки. Так, хорошо, тогда, сломя голову, проход через скал, будем в той стороне выходить. Тогда, сломя голову, сейчас в сторону общак пойду. В общагах в трехэтажке есть две картотеки. И в двухэтажке целых 3-5 картотек у меня впереди. Погнали. 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 вот отсюда и проход двинул сразу идущие на смерть приветствуют тебя вообще не даже не думая ни о чем просто захожу в нагло потому что на церемонии эти все нет никаких секунд даже да и чё я там убью даже если что-то будет только свалить если смогу мосенька с коротким стволом да еще и убитая она в упор то наверно ничего не убьет еще и без бронежилета бинго тройник у меня ладно все фиг с ним у меня еще есть пару минут на попытку найти тушенку я сейчас охраняю если еще и тушенку получится вынести я закрою сейчас при помощи дикого 2 квеста тут двухэтажки на кухне можно глянуть а тут еще сумки же есть кстати кстати в сумках тоже консервы спаунятся иногда 4 минуты моё не не успеваю я тут ничего полутать а так можно было бы еще картотеки пошурудить тут я счет смотрю вообще никто ничего не лазил не смотрел нет я говорю тут еще ключ какой-то времянки горит заберем тушенка есть мусор какой-то валяется ой ё ну ладно хотел быстро шлем натянуть пока летела кепку и на лету надел назад ну тарков а ты хорош наверху еще сумочка была точно помню это где-то здесь еще что можно еще можно что-то глянуть по моему где-то тут сумка есть еще возле палатки и сумка 3 минуты капец галопом просто галопом носишься как этот туда-си сюда-си энергетик да пей уже на выход я успеваю и успеваю еще пару тайников глянуть делайте ваши ставки найду тушенку или нет давай я представляю как это со стороны бы выглядело если бы я кепку скидываю хочу схватить сказку и получается опять кепку на схватила опять надел все вот он и проход между скал успеваю посмотреть еще тайник хоть и устал выносливости нет но тайник рядом совсем и тут ничего жаль а хотя чё жаловаться я вышел за тройником вышел за дикого вышел на красном практически таймере я нашел тройник и вышел с рейда все сразу выменяю инструменты я же принес рулетку вот все пусть они лишь еще можно будет выменять окей садоводство часть 2 передаем тройник дикий поработал короче опять на славу такой везучий гад вообще я обалдею с него красавчик чем я без него делал вылазил бы в рейд стрелялся без чвк искал бы с боем этот тройник следующий квест вредная привычка сигарет я к сожалению не раздобыл точнее не все мальборо есть пять пачек винстон есть пять пачек лаки страйк мне нужно еще три пачки вопросы по ходу к дикому да если чего к не справиться блин целый выпуск опять назревает для дикого да то до это притащи по убежищу сегодня удалось поставить разведцентр я серьезно говорю тут для дикого работенки просто с ума сойти некоторые постройки просто застряли из-за того что не хватает там одного двух трех где-то предметов и ведь я же знаю где можно найти эти предметы но из-за чвк тоже опыт не хотелось бы терять но да ладно это все мы уже будем делать в следующем выпуске на сегодня пожалуй у меня все всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск вам понравился вы отдохнули морально и не забыли палец вверх поставить разумеется все всем удачи спокойных рейдов хорошего настроения увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания